именно для животных существуют страдания и фактически в эволюции возникло поведение животных и поведение было устроено таким образом что его надо было обязательно воплощать и это поведение что она обслуживала надо было прожить заботясь о своей жизни и надо было дать потомство и это выполнялось специальными действиями и эти действия должны были быть осуществлены а как же устроились вот и так уж было устроено с этими действиями а эти действия были оформлены как инстинкты и инстинкты а каждый инстинкт обладает вот это слово аппетенция она происходит от латинского аппетка домогательства то есть каждый инстинкт по-своему домогается того чтобы его животное воплотило каким образом она это аппетенция она регулирует очень важные качества присущие представителем всем животного мира два качества первое это уровень я называю уровень удовлетворенности который может простираться от суицидальной боли внутренней которую невозможно терпеть и когда у человека эта боль возникает он предпринимает суицид спонтанная и до шкала уровня удовлетворенности до уровня райского блаженства и все эти уровни достижимая и все животные колеблется и можно сказать что на этой шкале есть две области область дисфории неприятных самоощущений и области эйфории приятных с разной интенсивных самоощущений и все так как колеблются в зависимости от обстоятельств на определенных промежутках уровнях оказывается что большую часть вносит больший вклад то как какой уровень удовлетворенности не внешние обстоятельства а внутренние то есть как же регулируется как устроена эта система регуляции самоощущений и обычно бывает так вот я сказал что два важных качества первое качество это уровень самоощущения а второе уровень с какой мощностью мы хотим удовлетвориться то есть жажда удовлетворения и у здорового животного и человека чем ниже уровень удовлетворенности тем интенсивнее желание удовлетвориться но какие инстинкты нам присущи дело то что инстинкт это они заложены в бессознательной части мозга мы сейчас будем говорить где откуда они проецируются наше сознание то есть люди узнают непонятно почему хочется есть хочется дышать хочется пить эти половые желания возникают возникают они в бессознательной части мозга в которой фактически что же там решается что надо делать чего хочется или чего не хочется естественно и это проецируется в кору головного мозга у человека и там решается а как это осуществить у инстинкта есть как бы два полюса вот один называется компульсия который подталкивает вот этой дисфории которая аппетенция подавляя регуляцию самоощущение заставляет выполнить инстинкт и друга друг другой притягивающий полюс обсессия это вожделение к тому чтобы найти то чего хочется то чего хочется это называется релизер ну какой пример самый интенсивный инстинкт у нас действующий это дыхательный инстинкт попробуем минуту не дышать ну сейчас не будем прыгать производитель и кто хочет потом или там натренированные люди которые могут заниматься фридайвингом они могут дольше не дышать но все равно какой-то момент наступает такое вожделение что человек не может оставаться бездыханным и он делает вдох ну известно что криминалисты отличают человека попавшего убитого и брошенного в воду от человека утонувшего наличием воды в легких то есть человек под водой таки делает этот самый вдох и тонет ну есть очевидные какие-то инстинкты для нас а какие-то совершенно неочевидные которые хранятся так сказать в нашем геноме то есть мы мы обладаем им они когда-то в эволюции запечатлевались у наших предков но мы не отдаем себе отчета в том что они есть и и особенно это хорошо наглядно по-моему заметно например по тому как нам нравится произведение живописи например вот какие-то картины приводят нас в очень такое приятное состояние и мы не можем даже оценить а что там такое что такое художник там какой релизер он выплеснул на эту картину который нас радует ну пример такой вот неожиданный в различных пейзажах если вы посмотрите хорошо написанных пейзажах в небе очертание птицы парящей вот эта парящая птица она вносит свою лепту это приятное ощущение когда-то я путешествую на машине по писяич из Сан-Франциско Лос-Анджелес видел полет этих громадных совершенно кондоров которые кружили и это абсолютно завораживающее зрение в книжке объясняющей различные инстинкты по этологии я прочитал о том что когда-то люди они были падальщики то есть им надо было вовремя найти погибшие труп животного и первым прибежать туда и отпугнуть таких конкурентов вроде гиен и забрать себе это но земли трудно наблюдать а вот эти вот птицы скавенджеры падальщики обладающие прекрасным зрением они перед тем как сесть туда они кружат над этим местом и вот люди наблюдая окружение скавенджеров они добывали себя таким образом пропитание и это запечатлелось и это нравится человеку второй такой странный инстинкт который люди не отдают себе отчета и тоже запечатлелось когда-то в эволюции люди жили ну предки на деревьях в соседстве с огромными дикими кошками которые людьми питались и археологи обнаруживают на костях людей этого периода следы зубов то есть все в конце концов погибали в зубах леопарда и для того чтобы пожить подольше надо было внимательно наблюдать за соседями те кто наблюдал с неохотой они первыми были жертвами этих леопардов те кому безразлично были вторыми в очереди а те которые которым нравилось наблюдать за леопардами они выжили и дали потомство и вот наблюдение за кошками это одно из вот даже в интернете есть сообщество любителей кошек известно что маркетологи иногда на товаре рисуют кошку симпатичную эти товары продаются лучше чем если кошка была бы не нарисована тоже известный такой ход тех кто занимаются продажами ну это такие вот маленькие радости которые человек не понимает причин откуда они берутся а есть очень значимый инстинкт про который люди даже не думают что это инстинкт но который фактически был причиной создания человеческой цивилизации какой же это был инстинкт может кто-нибудь догадается тепло тепло не слышал тепло нет общение человек организован в иерархии то есть люди живут стаями и эти стаи иерархически организованы и существует огромное количество социальных инстинктов как у людей так и близких по эволюции обезьян бабуины эти самые бабуины орангутаны организованы они примерно одинаково в древней Индии и в древнем Египте бабуины и орангутаны считались священными животными почему потому что у них был религиозный инстинкт они молились вот бабуины это свидетельство итологов которые изучали поведение и так сказать социальные инстинкты стаи бабуинов а перед рассветом стая поворачивается на восток солнце сходит они кланяются бьют себя в грудь и восклицают вагу вагу как это похоже на индийское СММ вагей гуру возглас восхищения или ах или вах вау то есть даже лингвистически понятно что они испытывали когда восходит солнце у человечества есть мощнейший религиозный инстинкт то есть то что когда-то Александр Сергеевич Пушкин проницательный очень человек сказал духовной жаждою томим в пустыне мрачный я влачился оказывается с разной интенсивностью у разных людей этот инстинкт есть он проявляется не всегда активно но есть пословица такая в окопах атеистов не бывает так так вот когда-то и это установлено археологами которые это изучают на территории современной Турции юго-восток Турции недалеко совсем от границы современной Сирии племена на аналитические племена это назвалось на туфийская культура и эти на туфийцы они были собирателями они были казапасами и они питались известно чем чем они питались раскопал замечательный английский биолог и археолог одновременно Горден Хиллман да сейчас я перед тем показать Горден Хиллман должен сказать что система регуляции настроения у нас имеет как бы два крыла мы с вами если не спим переживаем и заслуживаем приятного ощущения от отдыха которое я называю по чувствам неги и приятное ощущение от активности чувство восторга и эти системы они основаны на продукции и распространение в определенные места дофамина это дофамин создается в двух центрах двух областях среднего мозга мезонцефалин одно называется черная субстанция субстанция нигра а другая вентральная тигментальная область ventral тигментал area и эти области соседи они способны друг друга подавлять вот вентральная тигментальная область когда берет на себя управление и поставляет сюда прилежащее ядро дофамин оно подавляет активность субстанции нигра при помощи одного из эндогенных опиатов метанкефалин он называется и наоборот когда берет в разное правление в себя активность то подавляется вентральная тигментальная область и они так попеременно то него то восторг мы переживаем это теперь где это все происходит вот средний мозг вот вентральная сегментальная область субстанция нигра и вот расходится этот самый дофамин по отросткам по аксонам в разные области мозга в том числе вот это очень важная часть мозга которая называется стриатум стриатум это рептильный мозг то есть на уровне эволюции рептилий рептилии так есть их поведение было обусловлено активностью стриатума и у человека оказывается стриатум тоже играет огромную совершенно роль и вот то что называется вентральный стриатум то есть то что близко к желудочкам мозга там возникает эти два ощущения хорошо нам или плохо и уровень вожделения к тому чтобы себя удовлетворить а где возникает то так сказать выбор релизера выбор этого инстинкта он возникает в дарзальном стриатуме то есть там записано чего хотеть и оттуда проецируется уже в нашу кору этот импульс чего мы хотим то есть что делать а как делать уже обмозговывается можно сказать корой головного мозга и вот это вот регуляция она очень важна для понимания как выстраивается характер данного человека и нужно ли вносить какие-то коррективы для этого и вот здесь как раз более подробно описывается вот две эти вот важные я хочу обратить внимание на две эти вот важнейшие области одна называется нуклеусокунденс и кора нуклеусокунденс а другая называется вентральный палидум и есть вот здесь таким рожеватым пятном и здесь рожеватым пятном обозначены области активность которых рождает у нас ощущение того что мы это нам это нравится нам это состояние нравится а здесь голубые вот эти области что нам это не нравится и и все время происходит такое распространение либо голубые области занимают большую часть вот этих вот образований либо наоборот эти вот более коричнево-рыжие и от этого зависят хорошо нам или плохо а кроме того есть области где создается желание удовлетвориться в ордене и оказалось что это желание удовлетвориться оно зависит от эквилибрию ну от соотношения площадей вот этих областей вентральном паридуме и нуклеус и осуществляется это все в основном при помощи дофамина и и здесь распространение дофамина из этой вентральной сегментальной области которая вот в среднем мозгу ну такая схема не очень то есть над ней надо посидеть для того чтобы больше в ней разобраться и вот здесь очень важно и так описывается соотношение активности нейронов гаммкаргических интернейронов которые умеют чувствовать при помощи вторых дофаминовых рецепторов и при помощи первых дофаминовых рецепторов и вот когда превалирует D1 активация дофамина то мы скатываемся в дисфорию а когда D2 мы поднимаемся в эйфорию вот такая схема да ой что там немножко быстро вот здесь как раз это то благодаря чему человечество когда-то да как дальше происходила история когда-то люди жили в северном между речи племена натуфийской культуры в восточном средиземноморье это была такая холмистая местность у каждого племени был свой надел примерно 90 квадратных километров которые они обходили собирали и использовали природные ресурсы для того чтобы есть в том числе пастли коз защищали свою территорию от сопредельных племен вот так они жили и примерно двенадцать тысяч лет тому назад может быть немножечко раньше они собрались в одном месте которое называется сейчас Гюбекли ТП или пузатый холм огромный холм который раскопан всего на одну пятую часть уже двадцать лет его копают где люди стали строить первый громадный совершенно храмовый комплекс под влиянием религиозного инстинкта объединились племена и в течение тысячелетий строили этот вот самый Гюбекли ТП естественно вот этот биологический эпитоп не мог прокормить такое количество людей а чем люди питались вот Гордон Хиллман его в живых нет года два тому назад копал стоянки палеолита мезолита неолита по всей земле и его интересовало чем питались люди в эти доисторические времена и он собрал подробную коллекцию чем питались эти самые люди вот эфийские культуры и оказалось что основной источник девяносто процентов пищи которую они добывали это были семена многолетних растений которые добывали себе которые представляли людям на энергию самых разнообразных жиров и естественно люди это все быстренько съели и гибиклит пэф который очень интересно было бы съездить и самим посмотреть вот это растение которое дает много семян оно называется барага официналис или обуреченная трава ее там много и до сих пор много и она плодоносит хорошо и вот мне Бортон Хиллман рассказывал что в долине вокруг мертвого моря в этих вот горах он нашел пещеру скальная и там была такая скальная ванна которая вот настолько до сих пор заполнена этими самыми семенами барага официналис то есть люди собирали в основном это были семена кустарниковых они собирали опавшие семена и прятали их складировали каким-то образом ну вот и они съели все и надо было искать что-то другое и они нашли там росла тоже обильно пшеница однозернянка двузернянка только съесть ее было невозможно и люди придумали как ее есть потому что это не жиры запасались в семена а крахмалы а крахмалы это ковалентно между собой связанные большие молекулы глюкоза и для того чтобы была доступна эта глюкоза надо было подогреть люди придумали первый биохимический метод обработки пищи термическую обработку и стали есть и оказалось это очень привлекательно нужно готовы хорошо в сих пор это будет о Вот слайд, на котором показано, как гиперглихемия возникает после поедания, как эта гиперглихемия под действием большого выброса инсулина переходит в реактивную гипоглихемию, и что происходит в этом времени? Пока большие дозы инсулина выделяются, не буду говорить детали, каким человек испытывает приятное, опиатное удовлетворение. Когда он лишается этого, то он испытывает симптоматика острого такого аппетита, очень похожа на симптоматику отмены героина. То есть у человека начинается, руки трясутся, ноги подгибаются, холодный пот продевает буквально, так ему хочется есть, живот болит, есть хочется до тошноты, голова кружится. Это все симптомы нехватки эндогенных опиатов. И тогда хочется поесть того, что избавляет. То есть люди стали часто питаться вот этой высоко глихемической пищей. Быстро все съели, и возникла проблема. А как восполнить это все? И люди придумали сельское хозяйство. И где они придумали это сельское хозяйство? Буквально километров, наверное, 20 оттуда, уже на территории Сирии, есть холмы, которые называются Тель-Абу-Хурейра, и в этих холмах месторождение обсидиана. Из обсидиана они стали делать ножи, они же были искусные, это был неолит, вот так сказать, на границе, вот искусные каменотесы, можно сказать, делали ножи, стали делать серпы. Вот первые серпы из чего делали? Они брали ребра крупных животных, бороздка изнутри, и вставляли туда эти отшипы обсидиановые, очень острые, и вот таким образом сжали. Возникло сельское хозяйство, и люди стали рабами этого нового способа удовлетворения пищевого инстинкта. И возникла, таким образом, цивилизация месопотамская. К чему это стало приводить? Конечно же, вот здесь последствия сладковедения, и это современные уже последствия. Абсолютно не все болезни здесь перечислены, которые являются следствием, и для всего есть понятен патогенез. Обычная болезнь Альцгеймера сейчас считается диабетом третьего типа. Я был на конференции, где это во Флориде, где об этом говорили. Теперь, человечество с тех пор, когда добилось... То есть, когда оно стало... То есть, человечество, когда произошла неолитическая революция, стало независимо от природы. И человечество перестало контролироваться межвидовым отбором. И люди стали... То есть, были поставлены в такую ситуацию, когда бесконтрольно могут развиваться самые разные привычки, ритуалы, разные культурные направления. И не все они были во благо для человека как вида. Что произошло? Очень интересное явление в середине XX века. Это наступление технического прогресса, когда человечество стало производить общественный продукт в изобилии. Если раньше люди с определенными отклонениями в поведении не имели возможности дать обильность или какое-то даже потомство, не все выживали, то после 1950 года возникли условия, когда могли выживать все. Один из создателей концепции синдрома дефицита удовлетворенности в то время, когда люди научились оценивать особенности уже четырех генов тех белков, которые участвовали в этой самой регуляции настроения. вот здесь такая более понятная может быть схема того, как регулируется ну вот это вот вентральная и сегментальная область, где нейроны, синтезирующие дофамин, отправляют его вверх к мозгу, уже более новому, так сказать, мозгу, эволюционно новому мозгу, здесь изображена область нуклеосопумбинс, прилежащее ядро. И дофамин здесь ощущает интернейроны, гаммокарбические интернейроны, несущие на своей поверхности D2-рецепторы. Вот эти самые D2-рецепторы оказалось не у всех одинаково плотно располагаются на поверхности. Есть вариант, когда не очень плотно, есть вариант, когда совсем мало их. И это предрасположенность к чему? К поиску удовлетворителей. Человеку от рождения плохо, и он вынужден искать сидя удовлетворителя. Это лечится? Первый Вот сейчас об этом мы будем чуть-чуть попозже говорить. Что с этим делать? Потом оказалось, что есть еще не только это важно, еще важно, а с какой интенсивностью захватывается обратно этот самый дофамин. У разных людей по-разному. Есть люди, у которых плохо захватывается дофамин, а есть люди, у которых он слишком хорошо захватывается. То есть, тоже сюда недостаточно приходят. Кроме того, есть ядра нейронов, которые или ядра шва, они называются, которые проявляют другой нейромедиатор, очень важный, участвующий, серотонин, ну и так далее. Я не буду сейчас в подробности говорить, уже как устроена эта схема, я просто хочу сказать, что некоторые белки из работы этой схемы мы сейчас типируем. То есть, в 2000 году я сделал первую небольшую клиническую лабораторию полимеразной цепной реакции, это ПСР называется методика, которая позволяет типировать гены, не забирая кровь, а изнутри щеки проводя, собирая букальные эпители и современный метод того, а как помочь человеку, у которого синдром дефицита удовлетворенности, например, дети, трудновоспитуемые дети, чем им помочь, как скорректировать, делать так, чтобы они росли счастливыми. Или человек с депрессией, депрессией тоски, депрессией тревоги, как ему помочь, или человек, который уже нашел себе быстрый удовлетворитель и пристрастился для него и стал наркоманом по отношению к нему. Как различить и как каждому человеку помочь. Теперь, а какой методика? Во-первых, зная особенности. О, вот здесь два таких к сожалению плохо видно. Извините, я этого не учел. Давайте, что? Увеличить нельзя? Если кто поможет мне как-то увеличить. Давайте попробуем. Ну? Подойдите, обязательно. Ну, я пока прокомментирую. Вот первый вариант. Вот, все же, и мне плохо тоже видно даже, что расплывается здесь. Я просто помню наизусть, что это за гены. Это серотониновый транспортер или обратный захват серотонина. Он может быть у человека очень интенсивным, а может быть наоборот слишком слабым. Ну, вот первое, это счастливый человек, у которого все в порядке, у него нормальный обратный захват серотонина, нормальный обратный захват дофамина. У него хорошо, хорошая плотность вторых дофаминовых рецепторов. у него хорошо создается белок, который делает норадреналин, еще очень важный нейромедиатор, допамин бета айдроцилейс. У него хорошо организован четвертый допаминовый рецептор, который располагается на префронтальной коре. То есть у человека есть возможность рассудить, а потом что-то уже предпринять. А здесь пример того, как плохо унаследован этот самый четвертый рецептор. У такого человека спонтанно выбирает, не обдумывая тот или иной ход своей жизни. Импульсное импульсивное принятие решений. Ему все время, он все время отвлекается, ему новое, 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 для того, чтобы поддерживать уровень удовлетворенности. Теперь, очень важный ген, определяющий пластичность мозга. То есть, не все люди одинаково способны запечатлевать новые навыки. и белок, который позволяет интенсивный отдел называется Brain Derived Neurotrophic Factor. И ген белка, создающего BDNF, не у всех хорошо наследуется. вот в данном случае плохо наследуется. Что можно предложить такому человеку? Да, теперь еще очень важный ген. 5-метилен-тетра-гидрофалат редуктаза. От работы белка, 5-метилен-тетра-гидрофалат редуктаза, зависит, как хорошо трансформируется фолиевая кислота в 5-метил-тетра-гидрофалат. Он очень нужен для того, чтобы понизить риск онкологии, для того, чтобы уменьшить скорость атеросклеротического процесса, то есть, когда метилфалата мало, то много гомоцистеина менее, много гомоцистеина в артериальной крови, и это приводит к отложению атеросклероза, атеросклеротических бляшек. Если мы это узнаем, причем мы можем узнать это довольно подробно, есть варианты, когда только в одном месте этот ген имеет не очень хорошее наследование, тогда стоит человеку принимать 400, допустим, микрограмм, в другом, тогда 1000 микрограмм, это восполняет нехватку, а вот при том, что поломка, ну, нельзя сказать, поломка, полиморфизма, вот, в обоих, в двух точках, такому человеку надо принимать полноценную дозу 5000 микрограмм, вот что дает нам этот анализ. Теперь, этот самый BDNF, когда не очень хорошо наследуется, чем можно помочь? Оказывается, есть какие-то природные вещества, которые способствуют, как доказано биохимиками, способствуют активировать производство BDNF. И самое простое, что есть в доступности у нас, это куркумин в сочетании с пеперином. Есть возможность давать этот самый метилфалат, к сожалению, у нас он не продается, его можно на iHerb заказывать. Можно сделать так, скорректировать вот этот недостаток. То есть многое из того, что плохо унаследовано, можно корректировать. Но единственное, что повышенный обратный заклад дофамина. К сожалению, у москвичей, на моем опыте очень часто обратный заклад дофамина повышен. Поэтому, конечно же, все знают, что с серотонином, когда слишком повышенный обратный заклад, помогает селективный ингибитор обратного заклада серотонина, а именно прозак, залог, паксин, сертралин, много названий таких препаратов. Вот в Америке очень распространено наследование того полиморфизма, который усиливает обратный заклад серотонина. Поэтому эти лекарства повсеместно употребляются, и даже в водопроводной воде в Америке наблюдаются следы этих антидепрессантов. А у нас обратный заклад дофамина слишком. А есть ли лекарства от этого? И люди придумали такие лекарства. Это фенилалкиламины, то есть что-то вроде амфетамина, метамфетамина, эфедрона, мефедрона и так далее. Это быстро действующие, приносящие огромный совершенно заряд восторга, но потом опустошающие пресиноптические области и человек расплачивается длительным периодом дисфории. То есть их применять в качестве лекарства нельзя. А есть другие способы на уровне пищевых добавок, то есть те вещества, которые действуют не быстро, не быстрые удовлетворители, которые опасно применять, потому что они могут стать наркотиками, а медленно, постепенно мягко действующие. И вот целый набор подобных пищевых добавок мы используем. Какие-то когда-то я сумел сертифицировать у нас в стране, но к сожалению они плохо рекламированы и люди не знают об этом. Ну вот, что я по-моему... добавь какие-то понимаете, их довольно много. Я сразу ответить на это не могу. Вот мне когда перед занятием, перед нашей лекцией мне подходили и говорили, вы читаете какие-нибудь лекции или какие-нибудь занятия ведете? Я занятия веду в одном реабилитационном центре Подмосковья. И я там поставил сейчас реабилитационную программу эффективную. Слава Богу, она заработала. Есть по крайней мере один реабилитационный центр, который эффективно реабилитирует наркоманов. Клиника Маршака в 2004 году у меня ее отобрали бандиты. И я очень не советую туда обращаться, потому что там нет реабилитационного процесса и скорее всего если кто-то туда поедет, то он потеряет деньги безрезультатно. Вот. Вот чем я занимаюсь сейчас. Но если возникнет у кого-то, кто умеет организовывать, я не умею организовывать, какой-то семинар с какой-то продолжительностью, то я могу подробнее уже все эти аспекты расшифровать и научить людей как пользоваться этими анализами генотипа и что делать. А что фактически делать? Первое. Три метода брейн-билдинга по аналогии с бодибилдингом. Бодибилдинг это тренировка мышц, причем когда мышцы под нагрузкой, ее кормят специально чем-то, какими-то метаболиками. она быстрее становится более объемной и более мощной. Также совершенно можно тренировать функциональные структуры мозга, обеспечивающие контроль за тревожностью, развитие хорошего самоощущения в покое, то есть ощущения ниги, и ощущение восторга от активности. и когда человека обучают этой технологии и он это делает, через довольно короткое время, если он будет продолжать это делать, он приходит в такое состояние, когда у него есть возможность трезвого выбора. Но представьте себе, человек уже приобрел характер, ведь это очень быстро все происходит. Человек начинает наркоманить, и родные очень быстро узнают, что с ним, невозможно с ним просто жить в общежитии, потому что это человек, у которого характер стяжательский, во что бы то ни стало, добыть себе любыми методами наркотик. А когда человек становится изнутри счастливым, то само по себе, но очень трудно пройти все подводные рифы, он становится обладателем характера, который охраняет свое внутреннее счастье, и ему никак непозволительно для себя очутиться перед тем, что он негодяй. Вот у него возникает чувство чести, совести, он раскаивается, ему стыдно за все это, и это все так сказать опасно. А как помочь ему перейти из одного характера в другой? И вот здесь 12-шаговая программа, но понимание ее, и можно обучить любого человека понимать, а что там происходит. Фактически, архетипически, это загонная охота, коллективная на своего врага. Это совместная работа по воспитанию неприятия и ненависти к своему любимому веществу. И вот оказалось, что когда совместно это действует, и люди, они эволюционно к этому были подготовлены, у них есть все, так сказать, запечатлено в их геноме эти черты характера. Вот на этом как бы основан психологический переход. Надо научить тому, чтобы они не просто понимали, исследовали формально рекомендациям в 12-шаговой программе, а чтобы они с удовольствием ходили туда. И когда они выходят после программы, они чувствуют эмоциональный подъем от того, что там происходило. Что еще я упустил из беды? Да, упустил из беды. Очень важная вещь. Начиная с 50-го года Дэвид Камикс это психиатр, психолог, генетик, который руководил в течение долгого времени большим центром по лечению детей с синдромом Туретта. Синдром Туретта это наследственное заболевание, в котором есть в том числе наследование гена более мощного печеночного фермента трептофан-диоксидиназа, который приводит к тому, что трептофана для потребности создания серотонина в мозгу меньше, а кинуринина, который из трептофана получается, который нейротоксичен, его много, и поэтому всякие неприятные явления у человека, дефицит удовлетворенности, у него навязчивые движения, навязчивые мысли, вокальные и моторные тики, то, что называется синдром Туретта. И вот Дэвид Каммингс, изучая генетику общества и изучая статистические всякие особенности того, что творится в американском обществе, обнаружил, что число носителей, то есть доля носителей генов синдрома дефицита удовлетворенности в середине 20 века и к концу 20 века изменилось, в два раза больше стало носителей генов синдрома дефицита удовлетворенности. Это подстегивает поиск. Люди ищут, и люди гораздо придумывают все, они ищут все новые и новые способы быстрого удовлетворения. А быстрое удовлетворение, оно опасно. Оно может эту систему регуляции настроения вывести из строя, и тогда человеку будет еще хуже, чем от рождения, и он будет привязан к своему удовлетворителю, что и есть наркомания. И на моей памяти, вот буквально, я начал с 91-го года работу с наркоманами, сейчас спектр наркотических веществ достиг просто невозможного разнообразия, за всем уследить невозможно. Вот эти фенил- ил-алкил-амины самые разнообразные, к ним навешиваются самые разные вот это фенил-этил-амин, ядро, которое наш мозг производит, когда мы влюблены, когда мы воодушевлены, когда мы занимаемся чем-то очень интенсивно. Например, кундалини-йога приводит к увеличению производства фенил- ил-амина в мозгу, что можно обнаружить, измеряя фенилукасную кислоту, метаболит его в моче. Вот. Так вот, на этот самый фенил- ил-амин, эндогенный стимулятор, навешивается огромное количество самых разных радикалов, и эти разнообразные вещества становятся наркотиками, которые буквально заставляют людей гнить заживо. То есть, такие вещества вкалывают вены, что потом возникают эти вот самые язвы непроходящие, и они очень быстро разрушают человека. Вот это вот такой эволюционный процесс последнего времени из-за того, что происходит эволюция, происходит драйв генов. То есть, из поколения в поколение все больше рождается несчастных людей от рождения. А почему? И он отыскал очень очевидная вещь. Секс это мощный удовлетворитель. И люди с дефицитом удовлетворенности раньше начинают половую жизнь и гораздо менее ответственно относятся к ее последствиям. И первый ребенок у носителей этих генов, тогда 4 гена только они G2-рецепторы антипировали, обратный заклад серотонина, обратный заклад дофамина и DBH, фермент, который создает норадреналин. Вот носители неудачных вариантов, они рождают, женщины рождают первого ребенка вокруг мода распределения 19 лет. А счастливые люди рождают, они сначала образование получают, так сказать, социализируются, и первый ребенок рождается вокруг 27 лет в американском обществе. Вот что он обнаружил. И опубликовал книжку The Gene Bomb, генетическая бомба. Вот, что делать в таком случае? И там у него написано, он говорит, что человечество подобно человеку с завязанными глазами, идет по гребню, справа обрыв, слева обрыв, и впереди тоже где-то будет обязательно обрыв, и он, не знаю, через 20 метров или через 200 метров, он говорит, что надо развязать повязку, то есть научиться мерить и придумать способы корректировки синдрома дефицитута удовлетворенности. Синдром дефицитута удовлетворенности это благо человечества, это его, так сказать, креативная часть, это люди, которым не безразлично, и вот если посмотреть на талантливых людей с такой трагической жизнью, это, конечно, люди с синдромом дефицитута удовлетворенности, Михаил Георгиевич Лермонтов, Александр Сергеевич Пушкин, Модест Петрович Бородин, замечательный русский композитор. У всех это было. То есть это наиболее креативная часть населения. Только надо это свое наследование, которое как бы палка о двух концах, использовать во благо себе, если тебе это дано от рождения как твой талант, а не как повышенный риск самоубийства. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТИТОР 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 Есть ли практики, что человек с зависимостью каким-то образом покончил, а потом, через год-через два, тоже стал потихонечку употреблять? Значит, вы сказали, через год-через два. Вот через год – это вероятно, через два года. Вот статистика срывов, причем мне повезло, я три недели стажировался в статистико-психологическом центре в Сиэтле, который смотрел, а что происходит с алкоголиками, которые вышли из большого количества центров. И оказалось, сейчас я расскажу, первые два года риск срыва 7% за три месяца. То есть через два года примерно 30% остается из-за этого трезвым. Но если два года прошло, почти наверняка он остается трезвым. А допустим, вот я пил, я алкоголик, я совершенно зависимый, меня вылечили, я продержался, допустим, пять лет, а потом стал снова таким же, как бы независимым, потихонечку пить пивко. Нет, потихонечку не получится. Есть такая пословица, что алкоголику трезвому и одной капли алкоголя слишком мало, и бочки алкоголя слишком много. Понял. Просто некоторые как бы говорят, да ладно, я потом стану таким же, как был до того, как... К сожалению, более того, стало понятно, а как развивается этот самый мозг, как он алкоголизируется. Вот есть в мозгу такая внутренняя часть коры, гирус цингуля или поясная извилина. И там были идентифицированы у крыс нейрональные сети, ответственные, так сказать, за запечатление алкоголизма. И они устроили, и я был, ну, совпадение такое хорошее, был на отчетном докладе заведующего этим отделением в UCLA, который показывал слайды. Вот линейные крысы совершенно одинаковые, половину из них давали пить без перерыва, а у других две недели давали, две недели отнимали. Через год их забивали и делали препараты. И оказывается, те, кто пил каждый день, у них гораздо не так интенсивно развивались эти алкогольные сети. То есть вот эти вот промежутки, они заставляют еще быстрее развиваться вот эти вот предрасположенности. Да. А вот ваша программа рассчитана на людей, которые как-то зависимы, это уже понятно. А вот люди, у которых нет явных каких-то зависимостей, вот так быстро в таком способе. Ну, я думаю, что это. Вот как вы с ними работаете? Ну, я на самом деле консультирую еще так. Вот если удается посмотреть что-то из наследственного, я тоже предлагаю им методики. Им это легче осуществить, чем людям с пристрастиями уже. То есть как работать с своими депрессиями? Примерно так же. Так? Какие технологии вы сдаёте? Конечно. Конечно. То есть как, например, у человека паническая болезнь. Вот когда-то, когда стало распространяться MDMA, и было много людей с передозировкой. И у них потом развивалась паническая болезнь. У них в апоптос входили серотонинергические нейроны, дарзального ядра шва. И человек 30-40 ко мне потом один за другим приходили, и я их обучал. А как восстановить? Наш мозг удивительный совершенно. Он пластичен. То есть может сам восстанавливаться. И можно активизировать его и, так сказать, наладить более интенсивно. Процесса восстановления. То есть споловые клетки, у нас три источника споловых клеток в мозгу, и надо с ними распоряжаться правильно, для того, чтобы этот процесс самовосстановления мозга проходил. Я же через дыхание огня, да? Это можно, там много всяких интересных методик. И вот я говорил, что если вдруг кому-то будет интересно, с удовольствием бы рассказал. Я говорю, у вас есть свой сайт, где-то можно почитать. Что-то есть, конечно. Но вот я надеюсь, сейчас кино будет, может быть, его можно будет выложить в YouTube. Естественно, мы выложим, да, конечно. Я извиняюсь, а вы не сказали, в какой клинике работают? Сейчас я сотрудничаю, вот я стал научным руководителем. Клиника называется IMC, International Medical Center Addiction. Находится это в Батутинках, это 15 километров от колесовой дороги по Калужскому шоссе. Спасибо. Вы много говорили про литильный мозг, про моего корпуса, который оставили за каждым энергетическим системам. Как это все взаимодействует? Вы сказали, что почему хочу, возникает литильный мозг. Но литильный мозг, он считается в ответственной за функцией, в основном, организм. Мне просто показывают, что у меня нет больше времени. Извините, может быть... В частном порядке, да, я очень извиняюсь, у нас следующий выступающий Андрей Ланд должен уже начать. Поэтому, кто хочет на другие потоки, пожалуйста, сейчас давайте поблагодарим Якова Ивановича Бархаша.